добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики с вами мороз алексей компания кровь монтаж сейчас я еду в город королев где меня ждет клиент не могут они разобраться почему у них конденсат там льется потоками зимой по стенам застройщику убеждает его что там все сделано хорошо все по технологиям а почему же тогда проблем нет а почему же тогда появляется конденсат не знаю в общем я даже вчера планировал послать специалиста с нашей компании но клиент просила именно чтобы я подъехала и только я могу решить расколоть орешек найти причину образования конденсата странно когда так говорят да и говорит застройщик приезжал представители застройщика приезжали даже с тепловизором есть у них теплограммы что утеплено все четко почему теплопотери и конденсат образуется загадка ну не знаю сейчас в общем еду туда я обязательно докопаюсь найду причину образования конденсата потому что такого быть не может чтобы я не нашел причину возникновения конденсата и обязательно найду и так едем со мной сейчас посмотрим в чем там проблема тот клиент который мы приехали пойдемте расскажите что поближе кровли или отсюда начнем пойдемте у вас отопление уже было зимой отопление как раз таки первые годы подали отопление в этом году зимой и после этого оно и потекло застройщик уверяет что пароизоляция которую мы не завернули это сделали мы зря поэтому и туда тепло проходит надо надо участок кровли которые разорвать вот здесь который не жалко мне надо обследовать вот этот участок можно знать вот то содействовать участок мы как раз там какой поперечен вдоль стены и зимой у вас и кода зимой тепло как вот эти потеки вот эти допустим а зимой делали штукатурку зимой нет работали летом но там есть мембрана я чувствую три слоя чего трясло вот так ну пойдем сверху посмотрим где там еще есть вот видите даже скобы они заржавели да нет непонятно здесь влага сырость вот вы штукатурку делали и они также живет до отопления но у вас капли покрывались на гидроизоляции до места ну а что на скобах их не было как где балкон там вот эта комната раз таки не прогрессировалась и объяснение этому не сейчас найдем причем застройщик приезжал тепловизорами теплопотери не обнаружено в этой комнате вот прям на парапет залезть можно край надо ну край сейчас я знаю тут все можно открывать на поле вот так вот вот так вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коска, может вон через канька может впадаться кто-то? Через канек нет. Нет там? Я название не могу добраться. До чего не могу добраться? Название. До названия? Да. А, самой вот этой вот пароизоляции? Точнее, она гидроизоляция, да? Да. Ну, этажка, наверное. Значит, так. Дайте, посмотрите, что за внутри. Значит, вот вскрыл участок. Изнутри как бы пароизоляция, понятно, можно любого качества. Стыки не проклеены, не факт. Значит, вскрыл сверху. Наличие кондрабрешетки есть. Но, сдается мне, не вижу модификации я, значит, вот этой пленки. И что это вообще за пленка? Такое ощущение, это просто обычная пароизоляция, не мембрана. А кто? Вы связь с заказчиком держите, поддерживаете? Ну да, вот мы с ним. Когда? Расстались, когда он кое-какие недоработки доделал. Он измерял тепловизор, он сказал, утепление нормальное. Ну да. Согласен, допустим. Но тепловизор же не показывает наличие конденсата, правильно? Показывает. Не показывает. Вот наберите меня у него и спросите, какую он гидроизоляцию марку сделал на кровле. Можете сейчас монобрать? Да вот, изоспан. Изоспан, вот Ашка. Ашка? Все, можно переделывать. Ну вы не говорите, вы спросите, какую он гидроизоляцию под черепицей ставил. Такое ощущение, что вообще это не гидроизоляция, а пароизоляция. И поэтому продыха нет. Не дает, да? Да, у вас теплый воздух не покидает, не выветривается. И он идет вниз. Вот вы спросите, я просто, чтобы дальше не разбирал. Если названия нет, о чем говорить? Это, во-первых, самая дешевкая, понимаете, рыночная. Нормальный производитель, он всегда модификацию на название ставит. Конечно, а это что? Это кот мешки, я не могу сказать, что это. Я ей спрашиваю, пускай он скажет. Реизоляция, да, там она как бы стороной перепутана, да бог с ней. Нет, она стороной не перепутан. Нет, там ее задача просто блокировать воздух, чтобы он не шел. Ну, уходит он там по краям, ничего страшного, теплопотери есть. Но если вы говорите, он конденсат проявлялся сильно, да? Ну, у меня даже фотографии есть, покажете. Покажете. Прям капал. Алло. Да, Павел, приветствую. Вот тут обратился к очень известному кровельщику, порекомендовали мне. Приехал, посмотрел, выявил, значит, следующее. Во-первых, под самой черепицей, это получается гидроизоляция, она перепутана стороной. Спроси модификацию. И хотелось бы узнать модификацию, что за материал применялся. ЮТА-115-е? Это что такое? ЮТА-115-е? ЮТА-115-е. Может, ЮТА-115-е? Мембрана? Такой нет, есть ЮТА-115-е. ЮТА-115-е. Ну, он красного цвета. Ну, он красного цвета, ЮТА-115-е. ЮТА-115-е, красного цвета, говорят. А ЮТА-115-е такой нет. Это подрядчик, да, вы общались? Да, застройщик. Застройщик. В общем, застройщик говорит, что использовалась и здесь ЮТА-115-е. Но, дорогие друзья, смотрите. Видите, что мы видим? Без надписей. Я вам 100% говорю, что вся продукция ЮТА-115-е, она маркируется с надписями. Значит, здесь это обычная пароизоляция. Такое ощущение с рынка самое дешевое. Значит, это первое. Второе. Значит, ЮТА-115-е, я даже знаю, вот красного цвета. Вот мы открыли сайт производителя. ЮТА-115-е, ну, вот она, ЮТА-115-е. Вот он указан. Вот он красного цвета. Вот так выглядит. Но это не ЮТА-115-е, это не мембрана. Это Константин, я не знаю, что он вам там говорит. Хочу вас поздравить. Вы официально... Обмануты. Прокачаны. То бишь, вот вам налицо. Естественно, края надо герметизировать все правильно, либо по штукатурку загонять. Либо в края, да. Это пароизоляция еще терпимо. Но вверх, это не мембрана. Это пароизоляция какая-то, но она там не должна быть. Если это без маркировки, это цена ему 1000 рублей. Максимум. Но вообще, если это ЮТА-115-е, он на таком участке должен был промаркирован быть? Или же может быть маркировка где-нибудь спрятана? Нет, нет, нет. Она идет вообще по краям. Ну вот вы видите рулоны, рулоны вы увидели, вот вы листали на официальном сайте производителя ЮТА-415-е. Зайдите, видите, идут маркировки везде, везде идут маркировки. Вот все это мы, если это ЮТА-415-е, вы спросите обязательно, вот так его сюда пригласите, и что это? И пускай он вам, рулон такой же привезет ЮТА-415-е, допустим, и вы распечатаете. Понимаете, да, о чем? Я вам сказал, что найду причину. Ну правильно, но у вас стоит пароизоляция. А, это пара, это не, да, да, да. Вообще не должна быть. Да, так я вам о чем говорю, не проходит через нее конденсат туда, в зазор вентиляционный, и он раз и обратно идет. В нее удаляется и обратно идет. Вам надо по хорошему счету, ну вот, вскрыть, снять брусок, бруски все, заменить гидроизоляцию на хорошую, вот ЮТА-415-е. Изнутри? Нет, оттуда. Так ведь надо поднимать всю черепицу? Конечно. Да, да. Ну вот, если вы для себя строите, это болезнь хроническая, вы никак ее не, вот от зимы, не хотелось добиться этого от застройщика. А, ну это уже, как бы, это болезнь хроническая, понимаете, у вас, вот был период зимой, да, когда вот перепад температур, похолодание, допустим, недели три вас беспокоил конденсат, а потом раз пропало, когда потеплело, правильно? Ну да. И вот сейчас опять затишье, и будет до определенной, и чем будет перепад, чем холоднее зима, вы будете газку добавлять, чтобы теплее было, тем будет больше. Вот, вот такого рода были потеки, но это достаточно. Вот, вот. Потеки конденсата. Ну, это он и есть родной. Здесь вот прям... При дождении течет же? Нет. Да все. Да это вообще бомба, это все, Константин. Итак, диагностику мы закончили, разобрались. В общем, застройщик обманывает. Я ему говорю, говорит, Ютафол, как он там сказал, стоил? Етофил 115. Етофил 115. Такого нет в природе белого цвета, но уже что-то начал юлить, там какая-то линейка для России, там специальная. Первый раз слышу, но я... Без маркировки. Без маркировки. Я предложил ему встретиться на объекте, и пускай он привезет этот рулон новый, или направит меня, я куплю этот рулон за свои деньги. Мы распечатаем, если такое есть. Там в Ютафол обязательно в каждом рулоне вложена инструкция, куда она идет. На что он меня что-то промямлил, взял паузу. Да, я там сейчас узнаю, перезвоню. Ждем звонка. Ждем звонка. Ну все, Константин, надеюсь, я вам помог. Да. Правильно? Вы мне помогли. Все, звоните, если что, если переделать в проблему, всегда будем рады вам помочь. Тоже, друзья, неприятности. Вот сейчас позвонил прораб мне, Вася, говорит, беда, там наш хороший очень мастер, знакомый, единомышленник, наш брат, который работает со мной с 2000 года, упал с крыши, сломал две пятки уже с трампункта. И вроде бы в журнал техники безопасности ведем, инструктируем народ, и, значит, банальная ситуация, высота крыши, стены три метра от невысокое здание. Ходил по армопоясу, стена три метра, затягивали туда брус для армопояса, и упал, как-то вкачнулся, упал не на землю, а вовнутрь дома на бетон. Как-то каким-то образом сломал две пятки, одну со смещением, в общем, человек выбыл на полтора месяца. В общем, почти такой ведущий жестянщик. Очень жаль. Сейчас я еду, его увижу. Они сейчас собираются домой ехать, сейчас я обязательно встречусь, спрошу, как это получилось, нелепая ситуация. Так что, друзья, следите, если выполняете строительные работы, следите за техникой безопасности, берегите себя. Потому что на высоте, на кровле, к сожалению, у нас бывает иногда, но бывают вот такие случаи. И то, в основном, в банальных ситуациях, не с самой крыши, где уже высота, там мы держимся, крепимся, а именно вот, когда залезть, слезть, там с лестницы, как-то упасть, там с лесов, споткнуться. Абсолютно банальные вещи, от которых никто не застрахован. Берегите себя. Что ты, дорогой, как тебе угораздило? Здорово. Здоров. Чё ты, живи здорово, голова целая, самое главное. Чё, ну рассказывай, чё там у тебя? Ну, в нагетный перелом, в другую совмещение перелом. Ну, кости молодые срастутся. А чё, ты дома будешь, да, операцию делать? А там, а там, а это не вправить, а именно операцию, как бы? Да, говорит, собираться. Раздроблена, да? Сместилась, что бы... Слушай, ну, ёлки-палки. Аккуратнее, дружище. Ну, мы своих не бросаем. А как плачут? Ноги опухли? Вот эти. Вот это, да? Со смещением раздува. А ну, это... А другая быстро заживет. Да? Да. Да. Здесь мне сам сказал. Те, кто-то, кто-то... Что-то, кто-то...